лего майнкрафт совсем недавно сайта minecraft.net мне пришла посылка его наверняка уже видели это видео если нет то вот где-то здесь или вот здесь должна появиться всплывашка и в этой посылке был этот лего набор майнкрафта 21143 но еще прошлого лета я говорил вам что сделаю специальный обзор этого лего и ровно точно такой же китайской копии но с алиэкспресса ждать целый месяц это не вариант это не по мне я не люблю ждать поэтому я нашел другой способ и заказал его в интернете но проблема в том что мне нужно еще и забрать эту посылку так что я возьму вас собой но стойте у меня здесь что-то есть в карманах еще не знаете о это же то что вы любите смотрите ты всегда хотел получить лицензию майнкрафта но вы у тебя не хватало денег это не проблема ведь есть мой магазин аккаунтов nerkins shops.ru здесь вы найдете три типа майнкрафта это стандартный премиум и с полным доступом сейчас действуют скидки после покупки ты сможешь играть на своих любимых лицензированных серверах также у нас есть множество способов оплаты в общем ссылочку найдете в описании и не отказывай себе в удовольствие ведь можно получить так много отдав так мало так и кстати я беру вас с собой но вот Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то она пришла и знаете что? Она какая-то очень странная, прям максимально. Смотрите, вот это наше лего, оригинальное, крутое, коробочка и все дела, а вот это то, что китайское. Давайте мы ее распакуем. Первое, что сразу бросается мне в глаза, точнее на ощупь, эта коробка настолько приятная, она такая, на тактильные именно ощущения она приятная. Это же, ну просто вот, вот прям вот. Но скажу сразу, здесь есть глянцевые наклейки и он получше, нежели тот предыдущий, который мы с вами снимали когда-то прошлым летом. Но мне кажется, что я уже загоняюсь, в принципе, коробка более-менее нормальная и, ну просто сравните для вот вида. Какой здесь газ, да? А какой здесь газ? Это очень смешно. Ах да, еще смотрите, здесь у нас Стив в броне и здесь есть бэби-зомби-свиночеловек. А вот на китайском лего почему-то нету бэби-свиночеловека и также Стив без брони. Что? Сборка лего. Так, начну с того, что этот набор очень крутой. У меня еще не было никогда фигурки Блейза и бэби-зомби-свиночеловека. Это прям-таки крутецкие мини-фигурки. Лего это есть лего. Во-первых, в наборе было 4 пакетика, все они пронумерованы. Во-вторых, в наборе было 2 инструкции. Правда, мне не понятно, почему они были помятые. Это вызывало огромный дискомфорт. Потому что постоянно инструкция загибалась, и мне не было видно, что куда ставить. Видимо, когда складывали, то неправильно ее положили. Самое главное, в инструкции было показано, где и в какой момент нужно открывать какой пакетик с деталями. Это мега удобно. Ведь тебе не нужно разрывать все пакетики сразу. А то если открыть их все, то потом так сложно искать нужную тебе деталь. Поэтому нумерации пакетиков и нумерация в инструкции получают от меня жирный лайк. Как всегда, все присоединяется очень плавно, даже не нужно особых усилий. Только есть одно но. Не всегда понятно, какую деталь нужно взять. Ибо цвета деталек в инструкции не всегда совпадают с реальными цветами. И я постоянно открывал детальки, и в итоге сломал ноготь. Но это уже скорее всего моя невнимательность. Этот набор я пытался собирать как можно дольше. Я кайфовал от него. Я наслаждался каждым моментом сборки. И самое главное, я никуда не спешил. Мне хотелось собирать его вечно. Но все когда-нибудь кончается. Фух. Капец. Мне нечего сказать. Хотя подождите-ка. Есть! Этот набор ну просто жесть. Он настолько хреновый, что вам даже не передать. Начиная от коробки и заканчивая сборкой. Во-первых, я не смог нормально открыть коробку. Так как ручка заела, и мне пришлось ее оторвать. Помните, я говорил о том, что в оригинальном лего, все было пронумеровано и так далее. Так вот забудьте, что я это говорил. Это точно не про этот набор. Да, все было разложено по нескольким пакетикам. И завернуто в один огромный. Да, инструкция была не смятая и полностью ровная. Но что вы понимали, ни один пакетик не был пронумерован. Инструкция начинается со сборки Стива, и тут же нас перекидывают куда-то далеко. Мы сразу начинаем собирать ландшафт. Сразу же, прям с первой страницы. Непонятно, какой мне пакетик открыть. Непонятно, что мне нужно делать. Мне пришлось открыть все пакетики и просто барахтаться в море деталей. Сложно было искать. Плюс ко всему, они настолько непрочные, что просто улетали. Я только присоединю, а оно все разлетается в разные стороны. Мобы вообще непонятные. Постоянное чувство грязи на руках от этих деталей. Замечу, что они не воняли, это уже приятно. Но сравнение вы узнаете за несколько секунд. Сравните. Вот это два Стива. Слева тот, что с китайского набора, справа оригинал. В принципе терпимо. Их мечи совсем разные. У оригинала меч намного длиннее и намного ярче. Если этот меч засунуть им в руки, то копия тут же падает. Нужно ее правильно выставлять. Ну и как я уже говорил, в оригинале у нас есть щит, шапка и броня. Копии ничего. Сундуки. Но тут сразу видно кто где. Цвета разные. Копия какая-то очень блеклая и непонятная. Кирки тоже отличаются, точно такие же как и мечи. Если честно, к бутылкам с зельем претензий нет. Она довольно круто выглядит и там и там. Блейз. Тут вроде бы тоже все нормально. Но у копии лицо Блейза это наклейка. И тем более очень паршивого качества. Они даже не пытались сделать ее похожей. В оригинале это принт. И он очень качественный. А в целом все почти похоже. Магма Кубы Бэйби Зомби Свиночеловек. Как видите, одно из главных различий в китайском наборе Бэйби Зомби Нету. Это очень печально. Я не понимаю почему его нету. Магма Куб точно такой же как и Блейз. Это наклейка. Правда как я понял только сейчас я ее неправильно наклеил. Но в целом все нормально. Вагонетки. Они очень похожи. Подобные детали. Правда немного кривоватые и неровные. Но это уже мелочи. Минус. Они очень плохо крепятся друг к другу. Также большим минусом является то, что в оригинале снизу есть два кругляшка, которые помогают не съезжать с рельс. В копии этого нету. И это очень неудобно. Думаю будет важным упомянуть Глоустоун. В оригинале он состоит из деталек, которые напитываются дневным светом. А в ночи они его излучают. Это крутое решение, так как Глоустоун светится. В копии же они пошли простым путем. И те детальки, которые светятся, они просто сделали кислотно-салатовым цветом. Это очень смешно. Гасты, как по мне кажется главный косяк этого набора. Замечу китайского, они совершенно разные, кардинально разные, от слова совсем, начиная от того, что у оригинала больше щупалец и заканчивая внешним видом. Глаза Гаста у копии это тоже наклейка, у оригинала это детали. Он также в два раза больше, и что немаловажно, он действительно стреляет фарэболами, целых две штуки. Копия же имеет всего четыре ноги и стреляет красной пимпочкой. Да. Ну а теперь по наборам. Чисто визуально они похожи, если не сильно всматриваться. Дай ребенку два этих набора, и он скажет «Зачем мне два одинаковых набора, ты что дурак?» Ну а если серьезно, то отличия есть. У оригинального набора портал в Незер состоит из одной цельной частицы, и она фиолетовая. У копии же они сделаны из шести маленьких частиц, и они прозрачные. Это очень глупо. В оригинале также есть рычаг, который как бы опускает лаву, как бы она течет. Вот, в копии же эта лава просто присоединена к другим блокам, и никакого рычага нету. Вот и все. Итог. В общем, какая петрушка получилась, я не хочу правильно расставлять свет, включать микрофон там подальше, я вообще записываю на телефон, так что не обессудьте. Мы с вами сравнили вот такой оригинальный Майнкрафт, и вот там где-то лежит коробка от китайского, и скажу честно, китайский стоил порядка полторы тысячи рублей. Это очень дорого, и за такую цену можно купить себе какой-то оригинальный, но чуть поменьше набор, где очень мало, где не так много деталей. Этот же набор мне обошелся в две или в две с половиной тысячи, правда я покупал его по скидкам. Но все же, если сравнивать даже со скидочную цену и оригинальную цену китайского Лего Майнкрафта, это прям ну небо и земля. Как я уже говорил в ролике, оригинальный Лего набор мне хотелось собрать как можно дольше. Я хотел, чтобы он не заканчивался, чтобы я его собирал и собирал, потому что это было действительно крутое удовольствие. С китайским же Лего было все наоборот, я хотел, чтобы он как можно быстрее закончился. Детали не присоединялись к друг другу. Мобам нужно наклеивать наклеечки на лицо, это блин очень стрёмно, это не круто, это не то, что должно быть в таком наборе за такую цену. Портал вообще какой-то странный, то есть у него там шесть деталек вместо одной цельной, они белые. В оригинальном же он цельный и фиолетовый, ну в общем жесть полнейшая. Но я прекрасно понимал, что я покупаю китайский Лего набор. И говорить, что он плохой, это априори, ну типа странно, потому что он уже априори должен быть плохим. Хотя есть наборы китайские прям очень годные. В общем давайте будем заканчивать. Меня зовут Неркин, в описании как всегда есть самые полезные ссылки на мою группу во Вконтакте, на мой инстаграм, можете подписаться. А если вы здесь впервые, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, и не забудьте про колокольчик. А с вами как всегда был я Неркин. И помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому. Еще услышимся!